Здравия, спасибо, солнышко, спасибо. Как раз с цветочками. Ну да, конечно, с цветами, а главное с благодарностью за подвиг. Стихами военных лет ветерана Великой Отечественной Александру Кривину сегодня поздравляют прямо во дворе её дома. И вскоре с материнской заботой она бойцов поила молоком и говорила, говорила что-то и называла каждого сынком. На фронт Александра Кривина отправилась добровольцам в 18, когда получила комсомольский билет. Обучилась на радиотелеграфиста и по распределению попала в 559-й радиобатальон почти за 5000 километров от дома в Хабаровский край. Нас обучали кого на медсестру, кого на радио. У меня с медициной не получилось. А радиоморзянку я выучила быстро. И я стала радистом. Моя задача была за небом ПВО следить. И вовремя зенитчикам сообщить, чтобы сбили его. Ну вот ПВО, ну три с половиной года караулило небо. С праздником Победы ветерана поздравляют школьники, волонтеры Победы и, конечно, родственники. 11-летний внук Кирилл, например, всегда с интересом слушает рассказы бабушки о военных годах. Она рассказывала, как тяжело ей жилось все времена, как она защищала нас. Бираемся с семьей за столом и поздравляем бабушку, разговариваем с ней. Я очень рада за нее, я люблю ее. Конечно, с ветеранами мы работаем не только 9 мая, не только перед Днем Победы их поздравляем. Также поздравляем с Днем Рождения, с праздником 8 марта, День Защитника Отечества. Иногда приходим просто поговорить, пообщаться, помочь с какими-то делами по дому. Но с 9 мая волонтеры Победы уже поздравили в Ростове больше 30 ветеранов. Наша основная задача, конечно, это показать молодежи, то те события и те грандиозные подвиги наших предков, чтобы у них в памяти и в сердце навсегда оставалась Великая Победа. Одержи Победу, тебе я приеду на горячем боевом коне. Артем Молоддамов, Владимир Савилов, Первый Ростовский.